Всем привет! 16 серия промежуточного сезона похождения на ядерном сервере и у меня сумки ломятся от добычи. Черепахи все еще пилят, может быть даже и полстека лесенок было для них многовато. Сколько тут всего интересного. В принципе, я, конечно же, по этому туннелю пробежался один раз в жизни. О, с этой черепахой проблема. Она вышла из зоны видимости и была выгружена из памяти сервера. Ну, ладно. Дело в том, что потерять этих черепах очень сложно. Ну, разве что только они станут постоять где-нибудь в лаве. Но я очень надеюсь, что этим они заниматься не будут. Так что я тут пока обкапываю... Да, проблемы есть. Я пока обкапываю всякие стенки и крышу туннеля. По глупости. Ну, в принципе, на самом деле не по глупости, а из жадности. Начал копаться, как всегда, на своем любимом 11 уровне. А это значит, что у меня было много алмазов. Ну, от следующих я решил пустить повыше. Крипер. Крипер сейчас меня наваляет. Меня уже один, кстати, взорвал, но без потери. Единственное, что потерял экспу. Которую, в принципе, сейчас тратить мне особо и негде, потому что у меня нет обсидианчика. Так, я туда не пойду. Всякие побочные исследования, это потом. Разве что можно выкопать себе вот тут олова. Да. Я уже один раз сходил к моему зарядному устройству. Поменял себе бэтпак. И вроде бы он у меня должен быть сейчас полный, но я настолько активно копаю всякую руду, что, во-первых, я восстановлю сейчас свой уровень. А во-вторых, мне сейчас опять придется бежать к зарядному устройству. Кто здесь? Кто здесь? Не повезло мне с варшавтом подземным. Тут везде какие-то лавовые реки на очень странных глубинах. Может, повезло. Не знаю. Так, что? Здесь нужно поставить факелов. Факелов я себе, кстати, уже сделал. Опа! Это проблема. Это значит, где-то здесь спаунер вот этих вот мерзких пауков. И они, в принципе, могут мне, кстати, сейчас и навалять. Особенно, если я быстро не свалю и не поем. Все, ребят, извините. Я к вам просто не пойду. Я жить хочу. Я с вами разберусь позже. Ну вот. Поздравьте меня. Надо срочно бежать. Собирай все то, что из меня там вывалилось. О, лава спала. Кстати, сейчас тут начну спауниться мобы. Надо бы тут поставить какой-нибудь факел, что-нибудь такое. Кстати, я умер. Что это значит? Это значит, что все мои челепахи стали постоять. То есть, ну, они точно выгрузились из памяти. Вперед, бегом, 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 бегом. Одного-то паука я кулаками запинаю. У меня есть это усы, лапа, хвост и прочие зубы. Так, где? Где-где-где-где? Полненький. Можно взять себе полненький бэтпачик. Ой. Сюда же вернуться потом. Надо будет или сделать себе третий бэтпак. Не знаю. Так, бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Ну да, расстояние тут хорошее. Ну и, собственно, вы представляете себе, сколько я тут всего поновыкапывал. А где? По-моему, я уже прокопал плавину туннеля или нет? Бегом, 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 бегом. Перепрыгиваю через эти жуткие ямы. Что это за свет в конце туннеля? А, это не отрисованные участки этого туннеля. Туннель прекрасный. К сожалению, этот туннель... Ой-ё. Поздравьте меня, но тут есть выход. К сожалению, этот туннель... Он просто под морем и никуда не ведет. Хотя он, по-моему, под какую-то... То ли под пустыню ведет, то ли еще что-то. Так. Паук задеспаунился или что? Ну, по крайней мере, я его не слышу. Так, мне придется залезть наверх. А залезть наверх можно только вот этой штукой. Ну, вроде бы особо без потерь. Да? Ну, раскорячивай меня знатно. О, я тебя слышу. Только, мужик, ты забыл, что я живой. В штанах. И у меня есть свежая бензопила. Вот теперь я могу с тобой посражаться. Да, конечно, вот этот вот... Спаунер это было лишнее. Это обидно. Ну, что поделать. Такова цена... Рудокопания. Стоп. Все, больше ничего нету? Ой-ё, вот он, вот он, красавец. Все, пока. Отдыхаем. Одеваемся. У меня есть полные бэтпаки. Что-то... А, у меня сломали шапочку. Ну, и дальше все вроде бы нормально. Естественно, что нужно факела поставить сюда. И... А, что мне еще нужно? Да вроде и все. Вроде все, что мне нужно, у меня есть. А, еда. Вперед. Вперед к славным черепахам. Да, это, конечно, весело. И, на удивление, до черта всяких разнообразных ресурсов. Причем настолько до черта, что я даже... Ну, когда я первый раз опробовал этот способ копания, я... Сделал глупость. Я копнул прямо вниз, под себя. О, а вот это вот. Вот это, собственно, то, о чем я говорил. Черепахам-то все равно. А мне... Мне эту лаву желательно бы... Чем-нибудь заложить. Кстати, ее можно? А, я знаю, что это за лава. Я уже с ней уже боролся. Да, я уже с этой лавой боролся один раз. Было дело. Но это был один блок. Дай-ка вот сюда поставлю. Будет красивше. И вот сюда вот. Это был один блок лавы, который тут везде растекся. Мощно так растекся. И это он до сих пор еще не стек целиком. То есть, для того, чтобы тут пройти, мне, наверное, придется... Ну, да. Тут ничего нет. Это так. Это стекающая лава. Вон она, стекает. То есть, для того, чтобы обойти этот блок... Вот этот вот ужас. Ух ты. Я чуть было не сгорел. Ой-ё. И поздравьте меня. Я сейчас умру. Или не умру. Посмотрим. В общем, какой-то я неаккуратненький. Ура, алмазики. Какая аккуратность. Тут везде алмазы. Так, и пауки. О, вот этот сундук уже полный. А, все. Все, надо идти на базу. Потому что, к сожалению, мои черепахи готовы. Escape. Какой Е? Тут не работает в этих черепахах Е. Так, черепаха пошла вперед. Я сказал Т. А я пошел выкладывать свои запасы обратно. Ну, в сундуке. У меня, кстати, с собой для этих целей сундук есть. О! Сейчас я соберу по максимуму, что есть на стенках. И отправлюсь выкладывать. Ну, и, соответственно, пробегу мимо моего... ...зарядного устройства. Надо пробегать мимо зарядного устройства. Ну, да, наверное, надо. Я зря взял с собой второй бутпак. Это была глупость. Ура! Зарядное устройство. Бежать, кстати... Бежать действительно долго. К сожалению. И... Мои тапочки. То есть я все, я без брони. Любая глупость и... Любое наступил в лаву, и я труп. Что там сверху? Немножко овова. Круто! Так что нужно быть аккуратненьким. Не забываем выкапывать. Не забываем, зачем мы здесь. Вон, 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 вон. Итак. Ну, во-первых... Дай-ка я разгружу вот это. И вот это сюда. Вау! Во-вторых, я притащил с собой сундук. Вместо вот этого, наверное, сундука. Да. В этом сундуке у меня будет... В этот сундук я буду разгружать свои запасы полезных генералов. Ну, неплохо. Уголь. Порох. Это тоже полезные минералы. Все вот это. Всю вот эту красоту сюда. И, наверное, нужно будет что-то придумать, как доставлять все это наверх. Может быть, наверху поставить... Много сундуков. Эту трубу просто протащить. Может быть, почему бы и нет. Ну, в общем, у меня пустые сумки. Правильно? Лавы, кстати, тоже сюда. И я надеюсь, у меня там наполнился этот генератор. Нет, где у меня был генератор? Даже до генератора-то бежать надо долго. Вот он. Да, он наполнился. То есть теперь я могу вот эти банки набирать вот отсюда. Очень-очень-очень быстро. И вообще, в принципе, я бы хотел бы, чтобы вот этой лавы здесь не было. 28 банок лавы. Ха-ха. Можно поставить заряжаться вот этот. Вопрос. Что я хочу сделать дальше? Дальше я хочу дойти до моих черепах. Разгрузить их. Отправить их работать дальше. И пойти уже делать себе нормальную броню. Потому что что-то я какой-то... Голый. Но до черепах еще нужно добежать. Это минут пять, не меньше. О! Первая черепаха. И... О! Это хорошие пуки. Этих пауков я люблю. Первая черепаха. И она выключилась потому, что у нее... Ну, что она вышла из области видимости. В принципе, моя программа. Надо бы ее вам показать. Это вы меня замучаете. Нет, для описания я не возьму. Она очень простая. Она посылает черепаху вперед. Заставляет ее копать. Туннельчик шириной 1, высотой 3. Ну, это самое эффективное. Видите, она сверху, снизу от себя копает и вперед. И едет она до тех пор, пока у нее не кончится топливо. Останавливается она, когда у нее переполняется... Вот эта штука. Или кончается топливо. Ну, вообще элементарная штука. Также она выключается тогда, когда у нее... Ну... Когда я ее не вижу. Когда она выехала в чанки, которые не загружены в память сервера. Ух ты. А я вот эту черепаху-то забыл. Тут еще одна была. Ух ты. Еще паук. Тут еще должна была быть черепаха. Что-то я про нее очень-очень давно забыл. Надо бы ее запустить. Так, не сгореть, не сгореть. Вот она, красавица. А вот это выключилось? Вот это выключилось потому, что у нее... Кончилось свободное место. Так что... Все гениальное просто. Вперед. Поехала. Ой. Я мог совершенно случайно это все пожечь. Чертям собачьим. Но... Но не пожег. И что-то с этой лавой надо делать. Надо ждать. Может, ее ведром воды залить. В принципе, можно. Но... У меня нет ведра воды. Что еще можно сделать? Можно этой черепахе, но так как она была незаслуженно забыта, помочь. И если ей помочь, то она будет ехать быстрее своих собратьев по несчастью. Олова. Ой. Кто-то за мной помирает. И надо разобраться в стратегии, как именно освещать. В принципе, я здесь освещал туннель, как обычно освещаю его. То есть, ну, там, раз через 14 клеток по факту его. Ого. Она поехала шустрее, потому что я здесь попочистил. Но, к сожалению, едет она не сильно шустрее. Так что... Ничего с этим не сделаешь. О. И надо... Надо сделать вот так вот. Потому что у меня начало кончаться место в моем основном рюкзаке. О. К сожалению, уран не попадает ни в один из этих рюкзаков. Так что уран придется уран придется носить в кармане. О. Кстати, это... Это очень большая фиговина. И мне кажется, что это ущелье. Может быть и так. Да, и... В принципе, я бы не очень хотел отклоняться от моего маршрута. Во-первых, можно заблудиться. Во-вторых, можно утонуть. Хрен знает где, я не вспомню, где туннер. Но, в принципе... Чуть-чуть отклониться для того, чтобы забрать то, что тут есть. Имеет смысл. Ой-ё. Это было... Глупо. О. Редстончик, алмазы. Я тут, кстати, еще алмазов каких-то нашел. Но... Не очень большие заряжи. В общем... Вот, примерно чем-то таким я буду сейчас заниматься полчаса. Ой. А тут, судя по всему, черепахи вкопались в какой-то гравий. И устроили мне тут ужас. Наверное, нужно немножко изменить программу, чтобы черепаха копала вверх. Не просто вверх. Ну, она в данный момент делает один диг-ап. А до тех пор, пока сверху что-то есть. Может быть, это... Ну, да, это точно спасет меня от гравия. Но пока что от гравия меня спасает мой волшебный алмазный бур. Фа. О. И эти ребята встали. Кстати, а вот и... А вот и конец моего туннеля. Ну-ка, вперед. Ну, они встали, потому что они уехали слишком далеко. Но ехать им осталось совсем чуть-чуть. А что это не поехало? Вперед. И сейчас вот это и осталось вообще сделать вот так. Все. А, нет. Она хочет куда-то еще вперед. Можно забирать. У меня даже, наверное, хватит места в карманах. У меня кончаются сумки... У меня кончаются обе сумки под всякий камень. И у меня, по-моему, есть еще немножко свободного места. Да. Сумки под... всякие полезности. Так что, нормально сойдет. Все. И эти доехали. А что это эти сюда доехали? Почему-то доехали до туда, а эти доехали только досюда. Очень интересный вопрос. Ну, не страшно. Почему они останавливаются все в одной точке? Потому что они едут вперед до тех пор, пока у них есть топливо. А топливо у них есть одинаково с самого начала. Так что, я даже не парюсь по этому поводу, чтобы их как-то синхронизировать. Я им просто даю в начале одинаковое количество лесенок, и они нормально... Ой. Что это за глюки? Неужели так много народа на сервере? Вау! Ух ты, а ко мне пришло одно письмо. Надо будет проверить. Видите, сверху, слева у меня горит 0 долларов и одно письмо. Сейчас азырим. Я надеюсь, это не взведенная ядерная бомба. Интересно, такую штуку вообще посвать можно? Или белый порошок? Да, вот белый порошок. Тоже будет очень прикольно. Я его тут же переплавлю в олово. Ну что, я потихонечку иду домой. Ой. А вот эти-то сумки? Вот эти сумки у меня полные. Так что нужно очень аккуратно соскапывать со стеночек только то, что мне действительно нужно. Эээ, сложно. Потому что все самое вкусное здесь сверху. Я до того вовне дотянусь, извините. Так что, хотя, вроде бы, я тут прошел и все уже скопал. Можно смело идти домой. И да, мне нужна сумочка под черепах. И, да, нужно зарядиться. Я думаю, что броня у меня почти готова. Там осталось совсем чуть-чуть. Ну, в общем, если не будет ядерной войны, встречаемся у меня дома. Я тут нашел более-менее залежи природного обсидиана. И сейчас попробую его скопать так, чтобы самому не свалиться в лаву и все такое. Потому что, в принципе, я уже хочу себе портал. Но, черт возьми, столько народа, что сервер подлагивает. Причем подлагивает так суровенько. И у меня с собой нету ведра воды для того, чтобы спасать себя от лавы и спасать вот эти куски обсидиана от падения в лаву. Так что, ну, будем считать, что я просто здесь рядом пробегал. И, ну, сколько соберу, столько соберу. В принципе, если хватит на портал, то я сегодня, наверное, уже даже пойду в низер, потому что у меня будет броня. ОМФГ. 12 кусочков обсидиана. И я не умер. Ладно, бегом, 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 бегом домой. Эх, к сожалению, кажись, кажись, это была не самая лучшая лавовая река, которая бывает. По-моему, мне тут скоро придется перетаскивать вот это вот устройство. Ну, ладно, перетащим свою задачу она выполнила. Ух ты, сколько у меня лавы. Это был какой-то адский глюк. Давай, 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 всю лаву, всю лаву сюда. О, нормально, сойдет. Там можно? Да, там можно было набрать. Хотя, может, тут и много чего-то. Может быть, вот здесь вот что-то есть. О, что я нашел? Это уголь. К сожалению, вольфрама у нас тут нету. Без Ред Пауэра-то. Ай, ай. О, хотя нет. Смотри, тут есть какая-то, какой-то кусок этой реки. В общем, очень плохо то, что я вкопался, то есть, всосался в самый конец. Но, потом посмотрим. Может быть, я все-таки расщедрюсь и провожу тут трубы. Так, что дальше? Что дальше? Дальше домой. На стенках чистенько. Можно взять мои полезности. Кстати, их можно выкинуть на пол и собрать в мой рюкзак. Потому что рюкзак-то у меня как раз более-менее пустой. Так, можно здесь оставить банки пустые. Наверху банки мне пустые не нужны, а если и будут нужны, то у меня есть улова. Вау. Ниточки. Дерево пусть валяется здесь. Вот это мне не надо. Можно с собой взять что-нибудь еще. Возьмем мы с собой, конечно же, камни. Все. Я наверх. Делать себе броню. Вау. Дом, милый дом. Правда, выглядит он, конечно, ужасающе. Ну, что? Уголь есть. Осталось куда-нибудь сгрузить все эти дикие запасы камня. Я боюсь, что у меня сейчас... Хотя, может быть, и хватит места в этих сундуках. Но точно не хватит места в нижних сундуках. Все. Да сгружался. Надо делать еще. Но, ладно. Самое первое, что нужно сделать, это запустить... сжаться вот эти вот угольные пластинки. Только у меня нету компрессора. И, по-моему, у меня нету проводов. Правда? Нет, провода у меня есть. Провода есть, редстончик не нужен. У меня нету жареного железа. У меня вообще, на самом деле, с железом проблемы. Я тут всякую фигню жарю вместо железа. Так, есть что пожарить? Нечего пожарить. Но зато можно поперетирать руду. Кстати, насчет руды. Руду сюда скинуть. Я надеюсь, что влезет вся. О, запасы. Че? Ну, че, железную. Кстати, очень интересно. Железной руды как-то мало у меня железной руды. Я вообще-то думал, что ее будет побольше. Ну-ка, че тут у нас? Пусто. И полные, полные сумочки стройматериала. Что может быть полезным? Так-с. Ну, я думаю, что вы уже видели, как я делаю подобное устройство. Так, че, мне там железо пожарилось. Немножко есть. И, здравствуй, компрессор. Нужен камень. Гладкий. Гладкого камня у меня, по-моему, сейчас не хватит, потому что я его сделал как-то очень мало. Да. Пожарить еще четыре кусочка. Камушка. Кстати, вообще-то, на самом деле, камушек имеет смысл пожарить как следует. Ну, и пока жарится камушек, я тут приведу все в порядок. Так, ну, и, конечно же, я пришел домой, забыл сделать всякие важные и полезные вещи, типа засунуть сюда новую лаву. Так, черепах, я догадался, выкинуть. Ну, в общем, вот так вот у меня, в принципе, когда-нибудь будет выглядеть весь этот сарай. В принципе, это действительно сарай, а я не собираюсь так, чтобы уж тут очень жить. жареное железо есть. Это есть. Можно делать основное устройство. Так, ну, его сюда. Провода есть. Еще, в принципе, есть место под пару печек, но нужно двигать сундуки. Я не думаю, что я прям сейчас вот так вот способен их подвизнуть, но до тех пор, пока у меня нету что мне нужно для того, чтобы их двигать. Мне нужно еще 4 железных сундука, у меня нету железа для того, чтобы их создать. О, у меня чисто в карманах. Кстати, пошли посмотрим, что у меня творится. Вот здесь вот пришло письмо. Криперов нет? Нету. Значит, можно читать from Fizop. Ну, где наш белый порошок? Hello. Клево. Ну, белого порошка у меня не прислали. Эй, впустите меня, пожалуйста. Кстати, а можно эти письма тут хранить? А, все, забрал, значит, забрал. Так. Ну, придется хранить письма здесь. Эй, что за лаги? Ну, в общем, у нас какие-то довольно суровые лаги, а я пока буду жарить железо, я пока буду жарить камень. Камня пожаренного я хочу действительно много. Я из него, в принципе, наверное, буду строить, но не факт, что из жареного камня, может быть, из чего-то похожего на жареный камень, может быть, из цемента. Во. Но, это будет чуть позже. Пока что я чищу домик. Ну, в общем, стало посимпатичнее. это штука с моей кровати внутри. Я, наверное, ее оставлю. Или оставить вот такое вот возрушение для кровати, не знаю. Но, в принципе, она тут не зря стоит и создает тут какие-то, как бы правильно сказать, да. В общем, домик с этой штукой не такой пустой, как мне, как без этой штуки. Так, нужно делать судуки железные для того, чтобы почистить... Ух ты, стоп. Я тут что-то видел. Нет? Нет. Это был глюк. Сервер подлагивает, причем подлагивает жестоко. 11 этих штучек. мне нужно три алмаза превратить в энергетические кристаллы. Почему три? Потому что я же хожу в бэтпаке, поэтому я не буду делать себе цельце пока что. В принципе, этой защиты мне должно хватить надолго. Так, так, штанишки, так, так, ты смотри, помню наизусть. Так, и мне нужно кусочек стекляшки для того, чтобы сделать себе шапочку. Стекло. По-моему, простое. Все? Есть? Есть что делать? Шапочку? Не, не еще пока делать шапочку. Но зато есть чего поплавить. Черт. Плавить-то надо вот это. Потому что мне нужно делать сундуки. Сундуки я буду делать через железные. Мне нужно сделать сколько у меня вообще сундуков? Сундуков у меня ноль. Вообще зашибись. Но зато у меня где-то где-то я видел у себя дерево. Да. Дерево у меня чуть-чуть есть. И мне сейчас не нужно использовать дерево для этих самых лесенок. то есть все прекрасно. Медные сундучки. Ну я думаю что 8 сундуков мне вообще надолго хватит. Я конечно понимаю что я сейчас расходую ценнейшую медь. Но а что поделать? Стоп. У меня по-моему нету стекла. У меня сейчас довольно большие проблемы с песком. Поэтому стекла может действительно не быть. Ну по крайней мере сейчас оно точно все кончится. Ага. Не все. У меня железа не хватает. Супер. А это отложим до лучших времен. У меня были сундуки. Раздравьте меня. И вот так вот. Ну а дайте мне пожалуйста мой последний кусочек стекла. И у меня есть шапочка. Готово. Зарядилось. Сколько же оно электричество то жрет. Стоп. Штанишки я наверное заряжать не буду. Я заряжу шапочку потому что штанишки на мне есть. Стоп. А это что такое? Это я опять себе что-то надупал? не берите с меня пример. Так что дальше? Дальше в принципе имеет смысл навести порядок у меня там сверху или сходить в этой серии нет. В этой серии в низер я не успею. Поэтому я буду наводить порядок сверху. Шапочка почти. Не ну серьезно. Сейчас залогинюсь посмотрим что произошло. 23 человека на сервере. А тапки просто не оделись. Ой. Ой. Какой ужас. Мне нужен второй геотермальный генератор. Правда этот сейчас и этот уже особо питать нечем. То есть мне нужно идти и ставить внизу там новый как называется новую лавососалку. Или что-то сделать существующий. Дайте я действительно сейчас сбегаю и притащу себя чего-нибудь. Или нет. Не я. Мне не хватает электричества чтобы зарядить броню. Так что я наверное действительно займусь моей крышей дома. На крыше дома у меня должны быть дострелок робса. Где мои ведра есть. Кстати еще у меня тут у меня есть из чего строить. Все прекрасно. Кстати вот эти сумки можно пока выкинуть. да я сейчас сделаю себе много кропсов и пойду сеять сначала тыквы а потом посмотрим. Выход из дома ночью меня караулят свиньи. Опасная ситуация. У меня есть вода. Воду набрать вот эту чтобы ее здесь можно было закрыть. и в принципе эту лужу я себе тут оставлю. Сейчас я полезу наверх и аккуратненько там себе налью воду и стоп мне нужна какая-нибудь пахалка. Пахалки у меня нету. Даже две пахалки. В принципе можно было сделать электрическую но на электрическую у меня нету электричества. так пошли смотреть как у меня там спаунятся всякие гады. Никто у меня здесь не спаунится все прекрасно. Так что я сейчас разолью тут водички и сделаю тут себя аккуратненько и красивенько. Вода разлита. Осталось застроить вот эту штуку и поставить на нее факелы не вот сюда. Ну соответственно здесь будут факелы и вся эта штука будет вскопана или взрыхлена не знаю тилтед это по-моему взрыхлена но это будет уже в следующей серии сейчас я с вами просто прощаюсь а ужасы 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 ну-ка немедленно в какое-нибудь безопасное место бегом 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 а что я боюсь у меня у меня почти квантовая броня ладно все пока